Что по финалу ЛЧ? Ну, это самая главная новость, окей, про неё не могу не сказать. Значит, начинаем сегодня стрим с финала ЛЧ. Сутки назад прошёл финал Лиги Чемпионов по футболу. Манчестер Сити против Интера. Я, честно, в прямом эфире не смотрел, потому что я спал. Но я проснулся в 6 утра и вот так вот, зажмурившись, не заходя особо в интернет, чтобы не нахвататься спойлеров, сразу же посмотрел матч в записи. Ну, я вам скажу, давненько не было таких хороших финалов Лиги Чемпионов. Потому что обычно все самые яркие матчи, все самые яркие рубки, они раньше в плей-офф. А в финале все осторожничают, все вот играют не чтобы выиграть, а чтобы не проиграть. Из-за этого последние финалы в основном и заканчиваются счётом 1-0, этот не стал исключением. Но игра была интересная, правда. Я, честно говоря, удивился, потому что я не ждал, что Интер будет настолько опасным. То есть, во-первых, то, что они сели в средний блок. Я думал, они будут с первых минут сидеть в низком. Что они будут прям бояться, бояться. Нет! Они жёстко встали, окопались. Компактность, средний блок, контратаки, выманивание в прессинг, после чего пас, пас, пошли. То есть, это было прям хорошо, надо сказать. Все сидели и думали. Так, Хасеп Гвардиола. Придумаешь ли ты какую-нибудь хуйню на этот раз? Или можно без сюрпризов? Придумал. Стоунс на позиции правой восьмёрки. Это позиция Дебрёйна. Дебрёйна на позиции Гюндагана. А Гюндаган, угадайте где, на позиции Гюндагана. Они реально в одну точку приходили. Дебрёйна, Гюндаган. Дебрёйна, Гюндаган. Стоунс не всегда поднимался, поэтому периодически в зоне Дебрёйна просто ничего. Зато в зоне Гюндагана их двое. В какой-то момент, судя по всему, Кевин Дебрёйн просто хуй забил на эту странную идею Пепа. И такой, не, всё, пизду, я домой. И вернулся в свою позицию. Стало сильно лучше сразу. То есть, ты смотришь на эту всю структуру и такой, а можно было так с самого начала, не изобретая какую-то хуйню. Вот. Чё сказать. На самом деле, не было никакого адского доминирования. То есть, все, вот кого ни спроси, все говорили, Сити фаворит, Сити суперфаворит, финал вообще формальность. Ну, хуй знает. Знаете, там в одном Ромео Лукако Интер был от дополнительного времени и, возможно, серии пенальти. А там можно было и зацепиться. Плюс, если бы счёт был ничейный, то Сити бы должен был раскрываться. И игра бы в две стороны раскрылась, потому что пришлось бы контратаковать. У меня есть боль, связанная с этим. То есть, вот с точки зрения некоторой вселенской справедливости, очень хорошо, что выиграл Сити. Потому что, если бы выиграл Интер, стало бы понятно, что Манчестер проклят. У меня есть боль, связанная с этим финалом и вообще концом сезона. Потому что Эрлингу Холонду не дадут золотой мяч. И это не честно. То есть, ему не дадут золотой мяч почему? В финале Кубка не забил, на финальном отрезке сезона забивал меньше, чем по сезону, в финале Лиги Чемпионов не забил. Вот это, мне кажется, и решит судьбу. Но то, что он играл как просто мразь, в хорошем смысле этого слова, он столько работы делал на самом деле. То есть, весь вот этот простор в действиях вторым темпом был из-за того, что защитники Интера вот так вот ходили за Холландом и держали его. Если посмотреть вот просто отдельные эпизоды, иногда его держат вдвоем, а иногда втроем. То есть, этот человек трех защитников на себя стягивает, лишь бы не дать ему бить. Он, по-моему, один опасный удар нанес, когда он корпусом укрыл мяч, пробросил и с левого угла пробивал Анану, там Анана потащил. Все, у Холланда больше не было моментов. Но за счет того, что так держали Холланда, моменты были у всех остальных. И вот это, к сожалению, никто не оценит. А он суперфутболист. Но он точно золотой мяч должен, вот на мой взгляд, золотой мяч должен брать либо Дебрёйна, либо Холланда. Дебрёйна еще и сломался по ходу финала. Но Интер удивил. То есть, если вот надо определить, кто задавал темп и по чьим правилам игрался финал, то, блядь, по правилам Интера. Интер заставил Манчестер играть в свой футбол. И не было такого доминирования. Итальянские команды проебали три финала трех Еврокубков. Зато они там были. И Интер поднимет нормально бабок. Что для них очень актуально. У них там новый спонсор появился. У них теперь парамаунт на груди. Ну, короче, интересно на самом деле было. Очень высококлассный футбол. Очень интересный такой с элементами шахмат. Интер, конечно, устал в конце. И Ромео Лукаку... Блин, это анекдот, а не футболист. Ромео Лукаку набрал форму. Он этой весной был просто чудовищен. То есть, я думал, вот... Ну, ты тварь. Вот прямо к финалу Лиги Чемпионов ты набрал такую форму. Он реально офигенно играл всю весну. Он, правда, до этого не в форме был два года почти. Реально, чувак не может набрать форму больше полутора лет. Вот он ее набрал. И в финале Лиги Чемпионов чувак блокирует удар собственного футболиста в ворота противников. И не дает Интеру сравнять счет. Ну, трэш. Вот они будут стоять, Челси и Интер. И вот так вот скидывать друг другу Лукаку. Нет, вы забирайте. Нет, вы забирайте. Нет, вы... Чувак стоил больше 100 миллионов евро. Больше 100 миллионов евро. А теперь игрока за 100 миллионов евро люди будут так и говорят, заберите вы, нет, вы, нет, вы. И это показательно. Ну, заслужил, ладно, что уж там. Не может столько стоить человек, который играет раз в два года. Вот. Пеп Гвардиола единственный человек в мире и в истории футбола, который выигрывал трэбл с двумя разными командами. Чуть ли не... Вот тут не знаю, но, по-моему, единственный, кто выигрывал вообще два трэбла в принципе. Сити страшен. Что будет в следующем сезоне, посмотрим. Вот. Это если максимально вот сжато по финалу ЛЧ. Дима, как тебе, Аллегри? Мне не нравится Аллегри. Мне не нравится его футбол. И, по-моему, его принципы безнадежно устарели. Я буду ждать сильного тренера в Ювентусе. Возможно, они попробуют сейчас схантить Конто. Это самое, на мой взгляд, правильное, что можно сделать. Конто есть на рынке. Конто и Ювентус — это как бы заранее мэтч. И почему бы нет? Вот. Если они оставят Аллегри, это будет катастрофа. Дим, как думаешь, станет ли Гави топовым футболистом? Но он уже топовый футболист. Он основной игрок одной из главных команд мира. Куда топовее? Как тебе, Альваро Марата? Мемный очень футбик. Но он мемный из-за количества клубов, которые он поменял, из-за глупых интервью, из-за промахов, из-за того, что у него место прописки в офсайде. На самом деле он неплохой нападающий. Просто не для топ-клубов. Он хороший нападающий для клубов уровня Астон Виллы, Брайтона. Там с реализацией у всех такая же проблема. Даже выделяться не будет. Вот. Для команд, которые борются за условную лигу конференций. Вот. В условной Роме он бы смотрелся нормально. Он на самом деле трудяга. Он работает. Он неплохой футболист. Просто он не суперзвезда. Он не топового уровня футболист. Многие говорят, что после победы Сити утратили веру в футбол и что денежные мешки окончательно все решают. Что об этом думаешь? Долбоебы люди. Что об этом еще можно думать? Если бы все решали денежные мешки, сколько лиг чемпионов должно было быть уже у ПСЖ? Спойлер. Все. Решает не бабло. Решает система, подбор футболистов, работа тренера, работа тренерского штаба. Это все можно обеспечить деньгами. Можно заплатить, положить большую зарплату топовому тренеру. Но чтобы вот выстроить систему, а Сити Групп это огромная система, почитайте как она работает. Это восхитительно. Как работает их система академий, как работает их система клубов, как работает их система скаутинга. Это не денежный мешок порождает. Это порождают крутые специалисты на местах. И если деньги позволяют нанять крутых специалистов, что, блядь, в этом плохого? Это развивает футбол, а не убивает его. И чем больше такого будет, тем лучше. Где будет играть Кейн в следующем сезоне? Ну, там сейчас идет рубка между, как я понимаю, тренерским штабом и Пересом за то, кто будет центральным нападающим в Реале. И будет либо Кейн, либо Мбаппе, судя по всему. Самое вероятное, что будет Кейн в Реале. Что думаешь про Месси в Интер-Майами? Если я это сделал не для того, чтобы его отдать в аренду в Барселону после этого, чтобы обойти ограничения Ла Лиги, то, ну, получается все. Чувак выиграл свой главный трофей и поехал на заслуженную пенсию. Что теперь делать Гвардиоле? Он же Сити выиграл все, что мог. Ему надо теперь уходить куда-то за новыми вызовами. Только куда? Как куда? В сборную Испании. Он выиграл все на клубном уровне. У него остается чемпионат Европы и чемпионат мира. Я думаю, что следующий шаг Пепа — это сборная Испании. Это самое логичное. Они играют, во-первых, в его футбол. Во-вторых, там сейчас вакант на место тренера. Ну, условно, вакант, там только-только ушел тренер. Я не думаю, что Пепа идет сейчас, но через годик, через два, почему бы нет. Пепа идет сейчас. Пепа идет сейчас. Редактор субтитров А.Семкин